Пляжный сезон в самом разгаре. Однако, наслаждаясь природой в хорошей компании, не стоит забывать о мерах безопасности. Для 35-летнего жителя Одинцовского округа обычный летний день с друзьями мог обернуться трагедией, если бы не вмешался случай. Мы с девочками отдыхали на пляже и уже собрались домой и увидели по дороге к машине мужчину, который сидел на песке и около него была очень большая лужа крови. Девушки среагировали быстро. По счастливой случайности две из них оказались студентками медицинских вузов. Оценив критическое состояние мужчины и большую кровопотерю, подруги поняли, что нельзя терять ни минуты. Нужно срочно остановить артериальное кровотечение. Мы не растерялись. В принципе, об этом некогда было думать. Мы сразу начали искать, что найти, какую замену сделать для жгута. Искали подручные средства. Ничего под руку подходящего не попадалось. Единственное, что нам удалось сначала найти, это пакет. Потом мы нашли какой-то кабель телевизионный. До приезда скорой помощи эстафету по спасению пострадавшего приняли подоспевшие на место происшествия медики из ближайшей частной клиники. Это был обычный рабочий день. К нам за помощью в клинику обратился молодой человек, свидетель происшедшего. Он сказал, что его друг попал в тяжелую ситуацию, порезался и срочно необходима помощь, что он без сознания. Мы взяли все необходимое и прибежали на место происшествия. На встречу с девушками и врачами приехал глава Денцовского округа Андрей Иванов. Воручил им благодарственные письма и поблагодарил героинь за решительность и неравнодушие. Вы смогли оказать вовремя помощь, которая спасла человеческую жизнь. Нет ничего более ценного в нашей жизни, чем человеческая жизнь. И хочу вам сказать еще раз слава благодарности за то, что вы стали такими неравнодушными, чуткими. И к этому еще и смогли оказать квалифицированную помощь, которая дала такой результат. Настоящие герои живут среди нас. Это становится ясно, когда обычные люди, оказавшись в критической ситуации, не задумываясь, бросаются на помощь нуждающимся. Полина Толмачевов и Рит Харидинов, телекомпания «Одинцова».